Привет друзья, добро пожаловать на самый жаркий канал. Я нахожусь в городе Саратове на стройке общественной бани. Это наш проект. Это замечательнейший проект. Прям в центре Саратова на Бахметьевской улице. Печь естественно кладет Миша Маркин. И давайте проведем небольшой обзор по этой бане, по строящейся бани. Костемся небольших таких вот, но очень важных моментов при строительстве. Я думаю это будет всем полезно. И помимо этого у меня будет к вам очень важный вопрос. И я очень жду ваших комментариев под этим видео на мой вопрос. Вопрос реально очень важный. Потому что я был во многих банях за эти пару дней. И вопрос вот ребятушки очень и очень главный. А пока Михаил и Маркин. Миша пару слов о печи. Давай. Сколько на сколько? Сколько весят? Печь имеет размеры 230 на 230. Высота 3 метра. Масса печи 33 тонны. 33 тонны. Масса заряда 6 тонн. При желании можно увеличить до 7. Ну наверное что здесь 6000 кирпичей еще. Да. И помимо этого у нас как всегда идет поддача воздуха через печь с выходом сюда и... Это уже стало нашим традиционным решением. Да. Приточная вентиляция через печь. Подогреваем воздух, подаем в парную. Это уже отличается от предыдущей печи решение. Чуть-чуть будет также отличаться от конструктивной. Это более... Как это сам на трехконтурной будет печь. Ага. То есть есть какие-то у нас колебания. Там с утра в парню 100 и более градусов. К вечеру печь проседает и у нас соответственно как бы недогрев. И печники и банщики постоянно с этим борются. Боремся и мы в том числе. И посмотрим на практике насколько успешно. Да. Приглашаю вас в эту баню. Открытие будет зимой 22-23 года. Помимо того, что приточная вентиляция через печь, будет еще приточная вентиляция вот здесь находиться. Помимо этого мы столкнулись здесь с трудностями. Миша, я дальше тогда расскажу. С какими трудностями. Здесь на улицу выходит только эта стена и на улицу будут выходить три окна. Помимо этого под полками вот здесь будут находиться еще три вытяжки естественные. И вот там вот наверху еще будет принудительная. На мощность рассчитываемая это где-то примерно полторы тысячи кубометров. То есть парная здесь больше 200 кубов. Именно поэтому вот такая печь. Ну а теперь по нюансам. И кстати это нюансы очень важные. Посмотрите сколько здесь коммуникаций, которые вскрылись после того как был произведен демонтаж стен. Это бывший торговый центр. И все коммуникации шли вот здесь вот. То есть видите да, что здесь творится? Вот с этим есть проблемы. И именно поэтому вот это все будет переноситься и зашиваться. На это обращайте внимание. На парную посмотрели. Теперь пойдемте в общий зал. Посмотрим как он устроен. Выходим из парной. Смотрим что здесь находится. Это вот такой вот зал. Это помывочная. Здесь будут находиться купели. Ну а теперь пожалуй самый главный вопрос. Посмотрите какой здесь бассейн. Он здесь большой достаточно. Скажите мне пожалуйста. Ответьте. Если вы посещаете общественную баню. Насколько важен бассейн? Потому что на мой взгляд бассейн нужен в общественной бане. В коммерческой бане он тоже в принципе необходим. В клубной бане. Но вот именно что касается общественной бани. Я например считаю что он просто необходим. Поэтому как вы считаете нужен бассейн или нет? Это вот самый главный вопрос этого видео. Ну а теперь давайте пройдемте еще немножечко. Посадка здесь на 100 человек. Зал кстати находится на втором этаже. Здесь душевые. И естественно никогда не стоит забывать о дополнительных процедурах. Именно поэтому вот здесь отведена мокрая массажка будет находиться. Вот в этой рекреации. Рассчитанная на один стол. Теплый стол. Будет находиться здесь под именно помылочку. Вот здесь еще пока ничто не готово. Даже заходить не будем. Здесь помещение 3х3. Здесь будет находиться процедурная парилка. Все будет заточено на парине в 4 руки. По выходу опять таки будут душевые. А теперь пойдемте еще наверх. А ну и конечно же вот еще один момент. Санузел. Второй вопрос. Насколько необходим санузел в помывочном отделении? Потому что обычно туалеты располагаются в зале. Второй вопрос. Встречали вы какую-то необходимость в наличии туалета именно в помывочной зоне? Почему здесь в два этажа? Потому что здание небольшое по пятну застройки, но тем не менее необходимо было посадить 100 человек. Именно поэтому сейчас здесь строится ну уже почти готов зал. Давайте зайдем посмотрим. Вот он. Вот здесь будет посадка на 100 человек. Отдельная рекреация под большую витку. И еще пройдем посмотрим как устроена зона кухни. И он регламентирован правилами. Я тут буквально две недели тому назад проходил стажировку в одной из общественной баней на кухне. Меня шеф провел, все рассказал, все показал, за что я ему большое, огромнейшее спасибо. То есть покачал меня еще и по тому, как же вкусно кушать. То есть вот эта вот техничка. Здесь идет продолжение, заходить не будем. Когда баня откроется, приеду сюда в обязательном порядке. Ну и естественно технический выход, потому что, понятное дело, что здесь просто будет доготовочное, а все остальное будет здесь внутри. Вот такой вот коротенький обзорчик общественной бани. Называется Центральная баня. Город Саратов, Бахмитевская, 49. Приглашаю вас на легкий парк зимой 22-23. Да, и, ну конечно же, легкого вам пара и увидимся в следующих роликах.